Время новостей на Абаза ТВ. Здравствуйте. Коротко о главном. Решение об отмене вне закона поправки в силе убежден Валерий Кварчия. Внеочередное заседание сессии парламента прошло с нарушением регламента, заявил спикер Народного собрания. Социальный на 96% кабинет министра в Абхазии утвердил отчет об исполнении республиканского бюджета за 2021 год. Посвященная 90-летию главного вуза страны, в АГУ состоялась научная конференция профессорско-преподавательского состава исторического факультета. Спикер Народного собрания Абхазии Валерий Кварчия выступил с пресс-конференцией, где рассказал о том, что внеочередное заседание сессии парламента, на которой были отменены поправки в Гражданский кодекс и акты гражданского состояния, недействительно и в силе остается закон, принятый в окончательном чтении 21 марта. Подробности у Марианны Котовой. Поправки к Гражданскому кодексу и актам гражданского состояния, дающие право вернуть в себя абхазскую национальность, лицам, утратившим ее в результате исторических событий, вызвали недовольство в обществе. В частности, у членов ветеранской организации АРУА. Ее председатель Тимур Гулия и член Высшего совета Тимур Нодарая выступили с пресс-конференцией и призвали общественность к протесту. Но в тот же день, 22 марта, вечером собралась внеочередная сессия парламента под председательством вице-спикера Михаила Сангулия, где поправки были аннулированы. А на следующий день АРУА поблагодарили собравшихся на митинг, но отправили всех по домам, так как конфликт был исчерпан. Однако 24 марта спикер Народного собрания Валерий Кварчия созвал пресс-конференцию и рассказал журналистам, что отмена поправок незаконна. 22 марта в 9 часов ночи в парламенте в нарушении наших законов, в том числе рекламе Народного собрания, без оповещений и согласия спикера парламента произошел опасный прецедент – попытка незаконного создавания очередного заседания сессии. На этом заседании было принято решение вернуть на рассмотрение во втором чтении поправки флакон об актах гражданского состояния, принятые подавляющим большинством депутатов парламента на сессии 21 марта. Не существует процедура и прецедента возвращения законопроекта, принятого в третьем окончательном чтении на рассмотрение во втором чтении. Такое вообще нужно просто представить. Как рассказывает Валерий Кварчия, недовольных поправками не было. С марта прошлого года замечания по поводу инициативы предоставить право этническим абхазам вернуть себе национальность юридически, пришли только из администрации президента. Они были приняты в первом чтении 31 марта 2021 года. В течение года ни ко мне, как спикливают, ни в комитеты парламента не поступали в письменном виде, какие бы замечания и предложения, как со стороны депутатов, так и граждан. За исключением администрации президента, представившего ряд важных предложений. Валерий Кварчия считает, что противники поправок в гражданский кодекс неверно их трактуют. И зачитал текст, в котором говорится, кого и как они касаются. Граждане Республики Абхазия, лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Абхазия, считающие себя Абхазами и этнические Абхазы, и Псковка Абаза, прямые потомки беженцев, покинувших историческую территорию проживания Абхазов Абаза в результате русско-кавказской, русско-турецкой войны и других событий 19-20 веков, имеют право восстановления абхазской безнадежности. По мнению Валерия Кварчия, противники поправок вводят в заблуждение общественности, прикрываясь протестами, набивают себе политические очки. Нодарай, выступая на телевидении, он также заявил, что похоже, что Спикерина находится под влиянием НПОшников. Ведь нас в стране многих знают, кто чего стоит, кто чем занимается. Можно было бы говорить о его послевоенной бурной деятельности в бизнесе и в деятельности в качестве главы администрации города Галцкого района, а также о источнике дохода. Но это не очень престольное занятие. Я не верю людям, кто брифует, бьет в грудь, выдает себя спасителям нации и ввертся к президентскому кресту. Но самое опасное, по мнению Кварчия, это игнорирование парламентских процедур, согласно которым депутаты не имели права проводить внеочередную сессию, не уведомив об этом Спикера и автора поправок. Эта сессия, по его словам, не имеет юридической силы. И поправки к Гражданскому кодексу и некоторым актам гражданских состояний остаются в силе, так как за них проголосовало абсолютное большинство депутатов. Информация ЦИК. Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия по Гудаутскому избирательному округу номер 18. Они состоятся здесь 14 мая, в связи с тем, что 12 марта по данному избирательному округу не был избран ни один депутат из кандидатов. Подробно с календарным планом можно ознакомиться на страницах информационных агентств. Социальный на 96%. Кабинет министра в Абхазии утвердил отчет об исполнении республиканского бюджета за 2021 год. Согласно отчету, доходная часть республиканского бюджета составила 9 млрд. 111 млн. 959 тыс. рублей. Расходная – 8 млрд. 983 млн. 261 тыс. рублей. Источник финансирования дефицита – 128 млн. 698 тыс. рублей. Кроме того, утверждены бюджеты вне бюджетных фондов. Слово Илани Казанба. Отчет об исполнении республиканского бюджета за 2021 год представил вице-премьер-министр финансов Владимир Делба. Он озвучил основные параметры документа. По доходам бюджет составил 9 млрд. 111 млн. рублей. По расходам – 8 млрд. 983 млн. рублей. Таким образом, превышение средств составило 686 млн. рублей. Если сделать соотношение к предыдущему году, то рост собственных доходов составил на уровне 1,2 млрд. рублей. По отношению к 2019 году – 900 млн. рублей. Делба отметил, что положительная динамика роста бюджетных показателей напрямую связана с налоговыми поступлениями разных уровней. «Поступило значительные виды таких платежей, как налог на добавленную стоимость. Хочу особо отметить, здесь значительное превышение по товарам, организуемым на территории Республики Абхазия, которые администрирует Министерство по налогам и сборам. Также доходы, которые администрирует Государственный таможенный комитет. Это практически все таможенные платежи, включая таможенную пошлину, налог на добавленную стоимость, на товары, возимые на территорию Республики Абхазия. И по другим администраторам доходов, в частности, рост отмечается поступлений по административным платежам». Расходная часть республиканского бюджета обеспечена в размере 92%, то есть 9 млрд. рублей. Как и в предыдущие два года, сохранялась социальная ориентированность бюджета, которая достигла 96%, отмечает министр финансов. «Среди них, несомненно, приоритетными расходами являлись расходы на систему здравоохранения. Общий объем средств, направленных на эту систему, в 2021 году составил 1 млрд. 20 млн. рублей, или 99,4%. Разумеется, отдельными расходами уже третий год подряд, выделенными отдельной строкой в бюджете, как мероприятия, являются антиковидные расходы. Уровень таких расходов в 2021 году достиг 582,4 млн. рублей. 611 млн. рублей было направлено на мероприятия целевых ведомственных программ системы здравоохранения. Такой уровень бюджетных осигнований нам позволял достаточно стабильно и в полном объеме обеспечивать социальные, социально значимые и безотлагательные меры по защите населения от ковид и других расходов в системе здравоохранения». 430 млн. израсходовано на образование. Сотни миллионов рублей в 2021 году поддержали энергетическую отрасль. На сельское хозяйство потрачены 91 млн. 700 тыс. рублей. Кроме того, в 2021 году продолжили выплаты по решениям арбитражного суда. Они превысили 120 млн. «Здесь хотелось бы особо отметить, что при исполнении таких расходных обязательств был получен бюджетный эффект в виде накопления в бюджетную систему, причем во все уровни бюджетной системы, накопления налогов, сборов, платежей во внебюджетные фонды и других обязательных платежей. С одной стороны, и безусловное погашение этой задолженности получателями бюджетных средств, то есть налогоплательщиками. Здесь мы видим на лицо, что такая мера обеспечивает очень знаковый бюджетный эффект». Расходы на культуру, искусство и средства массовой информации за отчетный период составили 329 млн. рублей. В этой сфере проведено 58 республиканских мероприятий. На социальную политику в 2021 году направили 280 млн. рублей. Из которых 209 млн. рублей на выплату социальных пособий отдельным категориям граждан Республики Абхазия, таких категорий у нас установленных законодательством 4, вот объем составил 209 млн. рублей. На реализацию мероприятий государственной целевой программы «Жилище-22» в 2021 году были направлены ассигнования в объеме 27,8 млн. рублей. За счет этих средств было обеспечено приобретение жилья 34 семьям, которые получили соответствующий сертификат участника государственной программы. Республиканский бюджет продолжает датировать районные. Межбюджетные трансферты в 2021 году составили 1 млрд 400 млн. рублей. Самый большой уровень межбюджетных трансфертов, конечно же, сложился на форме субсидий на реализацию соглашения о порядке и условиях софинансирования заработной платы отдельным категориям работников государственных учреждений, преимущественно в сфере социальной. Мы о них знаем, что это соглашение реализуется уже шестой год подряд. Так вот, на реализацию этого соглашения было направлено 1 из 1 млрд 400 млрд 1 млрд 300 млрд. Кроме того, в целях поддержки отдельных бюджетов государственных внебюджетных фондов, в частности, бюджета внебюджетного фонда Отечественной войны народа Абхазии, было направлено 8 млн. рублей или 100% от бюджетных значений. После основного доклада министра финансов вопросов и комментариев к нему у коллег не было. Исполнение поддержали единогласно. Кроме того, Кабинет министров одобрил отчеты исполнения всех внебюджетных фондов страны. Илана Казамба, Торни Камичба, Абаза ТВ. Расширенную версию репортажа с заседания Кабинета министров смотрите в нашем сегодняшнем эфире. Продолжила работу рабочая группа по разработке индикативного плана социально-экономического развития Абхазии на 2023 год. 23 марта в Минэкономике состоялось очередное совещание рабочей группы, сообщает сайт министерства. В ее состав входят представители заинтересованных министерств и ведомств, а также администрации районов и города Сухум. Вице-премьер министр экономики Кристина Асган напомнила о сроках предоставления проекта индикативных показателей социально-экономического развития на 2023 год. В ходе совещания прозвучало предложение внести изменения в нормативные акты, регулирующие форму отчетности индивидуальных предпринимателей. В свою очередь Асган напомнила, что все изменения показателей, вне зависимости от понижения или повышения относительно прошлого года, должны быть обоснованными. Подводя итоги совещания, министр поручила районам внимательно собирать информацию и следить за тем, чтобы уровень заработной платы не был ниже, чем прожиточный минимум. Уровень воды в Джварском водохранилище остается критическим. Об этом спутник сообщил пресс-секретарь Черноморэнерго Алхаз Гагулия. По его словам, сейчас уровень составляет 413 метров, на отметке в 410 работа станции останавливается. На самом деле ситуация критическая. Приток не очень высокий – 32 кубометра в секунду. Этого недостаточно. Потребление очень высокое по сравнению с предыдущими годами, и оно все растет. Соответственно, все усилия, которые прилагают по борьбе с незаконными подключениями ощутимого результата, не приносят, подчеркнул Гагулия. Он добавил, что ситуация может измениться лишь с увеличением притока воды, а это произойдет только тогда, когда в Высокогорье начнут таять ледники. Обычно это происходит в апреле и мае. Тогда в водохранилище поступает основной приток воды. Коротко об эпидситуации. Согласно сообщению оперативного штаба, за 23 марта тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 143 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 39 из них. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 53 263 человека. Зарегистрировано 676 летальных случаев. Выздоровели 49 178 человек. Аппарат Уполномоченного по правам ребенка разработал проект единого положения об отделе опеки и попечительства. Об этом сообщила детский омбудсмен Мактина Джинджолия на встрече с мэром Сухума Бесланом Эшба. Она рассказала, что аппаратом Уполномоченного по правам ребенка был проведен мониторинг в сфере деятельности органов опеки и попечительства по всей территории республики. Эшба ознакомился с данным проектом, задал интересующие вопросы юристу аппарата и поблагодарил за проделанную работу. Глава администрации Сухума подчеркнул, что начинать с мониторинга нормативно-правовой базы в сфере защиты права и интересов ребенка – это правильный подход. Эшба поручил юридическому отделу администрации Сухума ознакомиться с предложением и дать свое заключение по представленному проекту. В Абхазском государственном университете состоялась научная конференция профессорско-преподавательского состава исторического факультета, посвященная 90-летию главного высшего учебного заведения страны. В ходе мероприятия с докладами на тему археологии, этнологии, этнографии выступили 11 ученых. Лучшие работы будут опубликованы в юбилейном сборнике АГУ. На этой неделе также планируется провести конференцию с участием студентов и молодых ученых. Репортажи за ГУ смотрите в рубрике «Амш Ахтас». АТОРЫХТ ФАКУЛЬТЕТ АДЖАЦАРАДЫРАД КОНФЕРЕНЦИКО ТРАДИЦИЯ ЛАЙСЫ ЖУКСЕЙМЮ ПЫСУЙТ. Археология, этнология, экономика, дин хацароха и уэбшим. АВЁХ КОРГНАХИЩТЫХ ЗАТЕМАКО ИРХЦАВЮТЬ ВЕЙЗЮ КАРЦАЮЩА. АТОРАВА АТОРЫХТ ЗАЮЩА. АПРОФЕСАРЦА. ЕЗГУАТАТ БУПА УНИВЕРСИТЕТ АТОРЫХТ ФАКУЛЬТЕТ АЗГИ АРИАШЮЩЩЩЩЮ БЕЛЕЙТУ. Уэя факультет ечыркаечты пшиню юхбашук сацует. Айлатара хаць ергейт АТОРЫХТ ФАКУЛЬТЕТ АДЫКАН АДАЦЕНТ АЛИК ГАБЕЛЕ. АРЦАЮЩЩА. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...